Ранее в ARK. Ну-ка, а чё будет, если включить спаривание? Блин, сразу по... В этой серии. Как там яичко поживает? А! Малыш! Сын хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в ARK Survival Evolved! Третий эпизод второго сезона... Второго или третьего? Третьего сезона! Приступаем! Как же меня вкатывает летать на птерах! Посмотрите, какой красивый вид открывается! И они такие манёвренные! Сегодня я хочу облететь всю окрестность, осмотреть свои владения, так скажем. Интересно, а в центре этого обелиска не находится ещё один мутант огромный? Ну, тот огромный голем, который камнями кидался в прошлый раз возле терминала. Смотрите, подачка. Она беленькая, там, наверное, будет что-нибудь маленькое и приятное. Я люблю маленькие приятные сюрпризы. А дохрена маленьких приятных сюрпризов! Всё, забираем! Так, кто-то большой подходит. Я не буду проверять, я просто сваливаю! А, нет, стоп, это безобидно. А вот тот самый хвойный лес. Там я бегал с лемуром. Эх, времена были. На самом деле, здесь вся местность мне знакома. Я бегал здесь, когда переносил вещи. Ладно, давайте птеру дадим отдохнуть и потом полетим обратно. Чёртов кашель, это никак не вылечить. Я и не пытаюсь особо. Куда ты поехал? Куда ты по... Куда ты по... Летим! Я нажал на пробел, чтобы он взлетел. Он не взлетал, я думаю, сейчас разобьюсь. Коллега, скорее просыпайтесь, потому что мой восторг настолько серьёзно, что я сейчас сам уснул. Зачем так пугать меня? Я трачу безумное количество энергии на восторг сейчас. Что там? Вы серьёзно? Я выспался! Вы не поверите, коллега, но я нашёл прямое доказательство того, что люди существовали в одно время с этими колоссальными существами. Вы не шутите? Прям вот доказательства. Вот прям неопровержимые. О, я много чего в жизни опровергал. Даже ваше существование. Поверьте, у меня в этом очень большой опыт. Но вот это я никак не могу опровергнуть. Невероятно! Я сейчас же звоню нашим спонсорам. Теперь-то раскопки будут завершены наконец-то. Алло? Да, мы это сделали. Найдены неопровержимые доказательства. Сейчас дам трубку главному. Нет, коллега, у меня очень заняты руки. Я продолжаю неопровергать доказательства. Передайте им с моих слов. Хорошо. Мы так долго искали в разных местах, но доказательства всё это время было у меня под носом. Были у него под носом. Так? Фактически в моём кармане. В кармане были. Фактически. Я изучал всю ночь полученные улики. Благо это было бесплатно. Было бесплатно! Что? И мне вдруг стало ясно, что есть остров, на котором выживают 49 человек. И они сражаются друг против друга до последнего выжившего. Хм. Прямо как в истории Пауэра Дреща. Был остров. Но внезапно всё изменилось. Добавился новый режим. Появились эти огромные титаны. Появились эти самые гигантские существа. Люди стали превращаться в них. И люди стали превращаться... Стоп. Что? Люди превращаться? Да, по желанию. А некоторые из них в членов разведкорпуса. Развед чего? Как люди могли превращаться в динозавров? Эээ... Каких динозавров? Вы же сказали про титанов. Вот именно. Люди выживают, сражаясь друг с другом на острове. В бесплатной мобильной батл-рояле игре Free Fire. В новом дополнении, посвящённом аниме Атака Титанов. Поэтому я и говорю, что эта игра доказывает, что люди и титаны живут в одну эпоху. А с новым обновлением ты можешь пользоваться новыми скинами для игроков и оружия за аниме Атака Титанов. Атака Титанов? Сасагио! Сасагио! Отбой. Мы продолжаем раскопки. И почему я каждый раз его слушаю? Вы не желаете спросить, что у меня с головой? Зачем? Я же и так вижу, что она не в порядке. В прямом и переносном смысле. С 27 марта добавлен новый режим, где матчи будут такими же короткими, как и в обычной Free Fire. 10 минут. Но за победу у вашего персонажа будет увеличиваться голова и начисляться больше очков за киллы. Я просто пойду спать. Посмотрите, какая у вас маленькая голова, коллега. Теперь её и за лупой не разглядеть. И вот мы дома. А тут наша самочка нас ждёт. Прости, это птер, твоя самочка. Я и я не претендую. Уж поверь. Такую страшную-то. Вот если бы она была трайком, такая, знаете, большая, мясистая, с рогами... Мне по вкусу. Когда я подлетал, у меня возникло такое подозрение. Какая-то... Как будто какая-то тварида здесь ходит. Да, я правильно увидел. Это та самая птица. Сраный цыплёнок-переросток. Надо как-то увезти её отсюда. А зачем уводить, когда можно просто пристрелить? Расстрелять её стрелами. Как раз понаделаем пачку. Ну где ты там, а? Иди сюда. О-о-о-о! Окей, я цел. Всё нормально. Фу-фу-фу-фу. Евгений неаккуратный. Куда она делась-то? А, купаться решила. Ну-ка. Сейчас мы прицелимся. Не попала. Она меня заметила, кажется. Хорош. Давай. Подплывай ко мне. Иби сюда. Есть. Блин, такое наслаждение у меня будет, когда она сдохнет. Да-да-да, стой. Стой, тупица. Птица-тупица. Она идёт в обход. Неужели додумалась? Походу, додумалась. Есть! Она не додумалась. Она додумалась сдохнуть. Говорили тебе не засыпать на пляже. Прилив может тебя убить. Иди сюда, тварь. И вроде бы разумно просто разобрать её на мясо. Но я кое-что вспомнил. Ненавижу. Пороже. Пороже. Птичка хочет на меня напасть. И у неё получилось. Пороже бить могу. Угадайте, кто на меня снова нападает. Я окунулся в эти воспоминания. Теперь думаю, что для неё это будет слишком милосердно, если я просто разоберу её на мясо. Идём-ка со мной ко мне в гости. Я научу её летать. Хм, нет. Мне кажется, здесь недостаточно высоко. Так ты не успеешь научиться летать. Пойдём повыше. А, чёрт. Уронил. Ха-ха. Я научил её летать. Я научил её летать. А ещё я научил её понтово стоять. Такая, эй, чё, братишка, пойдём вписать. Блин, она мне начинает нравиться. Пусть здесь стоит. Давай из селфач делаем на память. Смотрите, как мы стоим вместе. Погодите, сейчас чихну. Только не фоткайте в этот момент. Такое ощущение, как будто я таксидермист. Ну и чё, это чучело будет отпугивать таких же, как она. Или смешить. Не, мне всё-таки хочется научить её летать. Вот, смотри, как птер этот летит. И повторяй за ним просто, когда будешь падать. Маши своими недоразвитыми крылышками. И всё будет хорошо, я уверен. Вот она, самая высокая точка. Но ты не переживай. Я сто раз прыгал с такой высоты. Всё будет нормально. И полетела. Почему я упал? Я знаю, ты мертва, но у меня всё равно ощущение, будто ты смеёшься надо мной. Не надо этого делать. Не надо. Я сейчас заберусь к тебе. Всё в порядке. Мне не больно. Чёртова птица, даже после смерти она умудрилась меня обхитрить. В конце концов, ты здесь дохлая. Поэтому кто теперь смеётся, а? И лети. Почему эта птица стоит на месте? Что она делает? Давай, лети, блин. Я не могу... Нет! Чёрт! Она опять меня обхитрила, птица! Так, я сейчас тебя скину и ты полетишь у меня. Она летит! Есть! Молодец! Как это... Она зависла. Она зависла в воздухе. Кажется, для этой птицы пошли титры. Ладно, Харе, иди сюда. Я тебя должен научить летать. Я весь выпуск на это потрачу. Смотрите. У меня к вам один вопрос. Купаться пойдём? Пожалуйста, падай. Физика сломана. Ну, лети уже! Ну, да... Нет! 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 О, боже мой! Я даже обосрался. У вас там что, кровь излишней к голове прилила? С чего вы взяли? Ну, просто ваша версия становится всё более и более нереалистичной. Считаете, что нелетающая птица не могла полететь? Я считаю, что мёртвая нелетающая птица не могла бы полететь. Даже если бы она была летающей птицей, она всё равно бы не смогла полететь. Потому что она мёртвая. Но все мои научные экскременты подтверждают эту гипотезу. Вы только взгляните, коллега. Я оставил этот опыт очень много раз. Вот, посмотрите. Мёртвая нелетающая птица. И вот она летит. Ну, а если вам и этого недостаточно, то я проведу экскремент заново. Вот, смотрите, она опять полетела наверх. А почему бы вниз головы, коллега? Ладно, я наигрался. Было весело, но не очень. Давайте пойдём домой, посмотрим, что у нас там происходит. Чё новенького вообще? Как там яичко поживает? Малыш! Я не верю, у меня малыш появился. Мой собственный детёныш. Маленький птианодончик. Давайте дадим ему имя, срочно. Детский раб. Хорошее имя. Зря он думает, что у него будет беззаботное детство. А теперь обряд посвящения. Теперь ты свой в доску. У него очень мало ХП и вообще еды практически нет. Надо бы сходить за покупками. А эти двое, у них уровень уже новый прибавился. Давайте-ка поднимем им стату. Так, значит, тебе здоровья. А миссис Клюв тоже здоровья. Ведь я им всем желаю здоровья. Ненавижу такие тосты. Ненавижу такие поздравления. Знаете, мне всегда так неловко от этого, потому что, ну, когда я кого-то поздравляю, мне просто хочется сказать поздравляю. И всё. Без вот этих вот желаний. И, конечно же, я ненавижу выслушивать поздравления в свой адрес. Мне это очень неловко от этого. Да, сказал тот, кто всё время делает посты на свой день рождения, чтобы посмотреть на комментарии с поздравлениями. Ныряем. Надо наловить кучу рыбы сейчас. Охренеть, серпом. Посмотрите, уже 300 мяса рыбьего добыл. Разделим добычу поровну с нашими птернодонами. У нас их три теперь. Малыш, 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 я принёс тебе похавать. Где ты? Где? Где ты? Куда он делся, блин? А, вот он. Ты так стыкался хорошо. Маскировочный детский раб. Не хочешь работать? Придётся ещё больше теперь. Посмотрите, у него как будто, видите, у него немножко здоровья прибавляется, но и отнимается немножко. Может, ему холодно? Давайте включим. Не бойся, малыш. Дядя Пауэрдрыщ будет следить за тобой всю ночь. Блин, я думаю, с моим лицом это всё выглядит достаточно зловеще, поэтому оденем вот этот шлем. Вот так и гораздо лучше. Я буду следить, чтобы с тобой всё было хорошо. Ладно, есть одна большая проблема. Я не смогу быть в этой игре постоянно 24 часа. Да, поэтому давайте всё это разрушим и поставим здесь кормушку. Пусть он сам приходит и хавает, когда надо будет. Наваляем туда кучу рыбы сырой. Вот, хорошо. И наступило утро доброе. А ты чё тут ходишь? Ты почему не жрёшь, а? Почему не в постели? Надо затащить его обратно в ту маленькую комнату, потому что я боюсь, что он выскочит. А как у тебя с едой? Хорошо, я вовремя пришёл. А как к кормушке дела? Кучник, он вообще отсюда не ест. Давайте по максимуму наложим. Ой, тут небольшой камешек затесался. Но ничего, в любой бочке мяса будет ложка и камня. Ко мне? Давай. Иди сюда. Иди сюда. Вот за мной идёт молодец. Ай, умница. Теперь надо ещё, ещё глубже пройди. Хорош. Теперь давайте отключим ему блуждание. Всё, он будет теперь стоять всё время здесь, возле еды. Лицом к еде. Там и стой. Ах, какой же я хороший родитель. Можно ложиться спать. Хорошая, прекрасная погода. Немножко пасмурно, но пофигу. Как там мой тиранодончик? Тиранодончик где? Он здесь? Его здесь нет. Он что, вышел что ли? Так. Он вечно по углам щемится. Где? Не здесь. Нет, нет. Где он? Он, может быть, вышел на улицу к своим родителям. Нет. Его здесь нету. Под дом провалился. Нет. Ребят. Блин. Мы прос... Мы просрали птианодончика. Как так? Он что, не ел из кормушки? Он не дотянулся? Может быть, он съел камень? Вот маленький идиот. Меня аж трясет. Что я скажу его родителям? Так, окей. Пауэрдридж, все в порядке. Нужен просто плавный заход. Очень мягкий, тактичный. Вдохни, выдохни. Как ты смеешь обвинять меня в смерти своего сына? А это есть у меня плохие новости. В общем, как бы это... Как бы это сказать? Как бы это сказать? Не знаю, как бы... Как бы ты сказал? Если бы из тебя погиб сын чей-нибудь. Как говорится, время лечит. И я дал несколько минут моим друзьям, чтобы они оклемались и пошел добывать лес. И вот они пашут сейчас. Ну, работа отвлекает от личных утрат. На самом деле, конечно, жесть, как обидно, что так получилось. И мои птеранодоны... Они как будто на меня стали по-другому смотреть. У меня вот такое ощущение. И они даже как-то теперь звуки издают более грустные. Питри, ну ты че приуныл? Наверное, просто... Веса много, да, слишком несешь. У него тяжелый груз на душе, как у меня. Но как бы обидно не было, мне нужно добывать лес. Мне нужно крафтить лесы, плавить лесы. Чтобы когда меня придут ломать, было много лесов. Народ, у вас такое было когда-нибудь, чтобы птеры просто внезапно взяли и начали делать какие-то свои действия самостоятельно? Что они делают там? Я не приказывал им кружить друг... Они че, дерутся друг с другом? Эй! Че вы... Че ты... А! Чеооо? Что происходит? Куда они делись? Они просто исчезли? Я еще что-то не понимаю, что... Что и думать? Куда они делись? Куда они... Они куда-то... Они просто растворились в воздухе. Я активно свищу, но им насрать. Что это такое? Куда они... Как они могли? Они же мои птеранодоны. У них нет чувств, эмоций и души. Они должны просто за мной следовать. Но они перестали это делать. Они просто свалили. Они сбежали. Они бросили меня. Все-таки у них была душа. Они не смогли простить мне смерть их сына. Я должен их найти где-нибудь. Они по-любому где-то приземлились. Я так и не нашел их. Остался лишь я один с этим кашлем. Меня бросили. Побегу домой в слоумо. А может быть, они настолько отказываются верить в то, что их ребенка больше нет. Что не отправились на его поиски. Боже мой. Аж с ног валюсь. Мне кажется, я заслуживаю все, что со мной происходит. Мне понадобится новая лупа. Сгоняйте-ка в пустыню за ней, коллега. Ну где ты? Так, сагрился хорошо. Давай, беги за мной. Так, и... Поймал. Ну что, поиграем? И на этой трагичной, печальной ноте мы заканчиваем с вами очередной эпизод ARK. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Огромнейшее простите за то, что этот видос выходил так долго. Я знаю, что я подбешиваю вас всех этим. Я знаю, что вы ждете ARK. И мне всегда просто надо набираться прям энергии. Креативной энергии, чтобы делать такие видосы. Но я постараюсь сделать следующий быстрее. Гораздо быстрее. Так что ждите четвертый эпизод. Он тоже будет очень интересным. И там дальше... Вот чем дальше сезон будет продвигаться, тем прикольнее будет материал. И вам понравится, я обещаю. Накал страстей будет максимальный. Ну а на сегодня это все. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то тысяча лайков напихайте мне. И мне будет очень приятно. Не забудьте про все мои соцсети. Ссылки на них будут в описании. И также не забудьте про мой магазин комиксов. Pressi.ru Там не только комиксы, но и официальный мой мерч, который пополнился новыми крутыми шмотками. Зацените, приобретайте и поддерживайте канал. И все мои начинания, все мои новые проекты. В том числе и комиксы, которые бесплатны. Вот. Ну а с вами был Юджин и все... Опять!